Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Про Цветок. Приветствую вас, я Пашкевич Анна. И в этом видео хочу рассказать вам о том, каким способом, инновационным в кавычках, конечно же, можно высевать морковь в июне месяце для более длительного зимнего хранения. Когда вы принимаете решение на предмет того, какую морковь следует выбрать для того, чтобы хранилась она хорошо осенью, зимой, и вы ее употребляли вплоть до мая месяца, например, обратите внимание на информацию, которая находится на пакете семян, которые вы присматриваете для себя. Первое, самое важное, там должно быть написано, что морковь средняя, средне-поздняя, поздняя, то есть с интервалом вегетации 90-120 дней. Это очень важная информация, которая является первостепенным залогом того, что ваша морковь будет действительно храниться. Второе, на что следует обратить внимание, это то, в каком виде находятся ваши семена. Например, у меня сейчас в руках несколько вариантов семян. Это наши традиционные семена, обычные, ничем не обработанные, темненькие морковные семена. Также можно найти на прилавках магазинов, торговых сетях семена моркови, которые, так и написано на пакетах, семена на ленте. Сейчас даже покажу вам, как это выглядит. Семена на подобных лентах находятся, исходя из рекомендуемых схем посева, ориентировочно через 2-3 см, как того требует технология выращивания моркови в домашних условиях. Также есть семена дрожжированные, которые представляют собой такие вот маленькие дрожжи, маленькие шарики. Они могут быть различного цвета, могут быть яркие, бордовые, алые, зеленые. Их не следует пугаться, но и гнаться за ними также не следует, поскольку надо понимать, что все-таки вот эта вот система дрожжирования, она была изначально придумана людьми, которые занимаются промышленным производством моркови, для того, чтобы точно высевать этот овощ при помощи специализированных сейлок точного высева. Также надо помнить, что дрожжированные семена, так же, как и обработанные семена, они будут всходить против обычной моркови дольше. Поскольку у моркови семена мелкие, у них недостаточно большая по сравнению с крупносемянными овощами энергия прорастания, им потребуется больше времени для того, чтобы, во-первых, справиться со своими эфирными маслами, затем еще пробить вот эту вот дрожжированную оболочку, и только после этого приступать к процессу пробивания почвы. Поэтому будьте готовы к тому, что этот процесс может затянуться. Для того, чтобы процесс проращивания всходов моркови у вас не затягивался, в этом видео, как и обещала в начале, я покажу такую методику, которая называется высев с использованием мучного клейстера. Сразу хочу сказать, что эта методика не моя. Я ее как-то подсмотрела пару лет назад у людей, которые профессионально занимаются выращиванием моркови и не только этого овоща, и она мне понравилась, была пробирована и мной, и родственниками, знакомыми, и показала себя достаточно хорошо. О том, как сварить мучной клейстер, мы сейчас вам покажем. Для приготовления мучного клейстера необходимо взять 2-3 ложки муки, смешать их с холодной водой, для того, чтобы образовалась такая специфическая субстанция. Интенсивно перемешать. Чем интенсивнее вы перемешаете в холодной воде, тем лучше оно все растворится в горячей воде. После того, как мы перемешали, необходимо эту жидкость мучную перенести в кипящую воду. В нашем случае это мультиварка. Открываем и прям туда все это переносим. С таким расчетом, чтобы там оно некоторое время, буквально в течение одной минуты находилось. Также все перемешиваем и оставляем остывать до комнатной температуры. Пока наш мучной клейстер остывает, нам необходимо провести снятие эфирных масел с семян моркови. Для этого предлагаю вам взять салфетку, например, влажную салфетку, предварительно высушенную, или маску, или марлевый какой-то отрез. Поместить семена моркови. Я специально взяла семена дрожжированные, такие вот зеленые, обработанные точнее. Сделать такой небольшой кулек. Естественно, это все дело зафиксировать, чтобы ненароком семена не уплыли. Поместить в какую-нибудь стеклянную емкость, например, в нашем случае это баночка, и залить горячей водой температура около 60. И оставить до охлаждения, тоже приблизительно до комнатной температуры. После того, как вы замочили семена в горячей воде и остудили их до комнатной температуры несколько раз, лучше сделать эту процедуру в 2-3 приема. То есть заливаем, остужаем, просушиваем. Заливаем, остужаем, просушиваем. Просушили семена в последний раз. И затем воспользуемся пластиковой бутылкой, куда мы поместим наши просушенные семена моркови. После того, как мы поместили семена в бутылку, необходимо в нее же поместить наш сваренный мучной клейстер. Все это закрыть пробкой, в которую мы предварительно проделали такое вот отверстие большим гвоздем, для того, чтобы это потом было хорошим отверстием для проливания и просыпания семян. И вот такой вот кисель мучной с содержанием семян у нас получился. После того, как вы приготовили семена моркови, поместив их в мучной клейстер, необходимо прибегнуть непосредственно к посеву. Если вы выполнили вот эту вот процедуру, которая называется морковь в мучном клейстере, то можете спокойно приступать к посеву на следующий день, через день и даже через несколько дней. Ничего с семенами не случится. Они будут себя спокойно чувствовать в этом растворе. Когда вы приступаете к посеву моркови в июне месяце, первое, что нужно помнить, это то, что все-таки уже начало лета, температура воздуха достаточно высокая, влажность почвы понижается и, конечно же, желательно, если того требуют условия выращивания, пролить ваши посевные борозды. Мы предварительно это сделали. Также необходимо помнить, что морковь относится к тем овощам, которые любят фосфор. Где можно найти фосфор? Можно его найти в фосфоритной муке, в суперфосфате, в двойном фосфате. Если вы сторонник органических видов земледелия, то можете просыпать ваши посевные борозды, например, золой. Желательно, чтобы это была качественная древесная зола, например, лиственных пород. После того, как вы подготовили посевные олунки, берем вот этот вот наш раствор. Напомню, что у нас здесь есть отверстие, из которого будет выливаться наш раствор с семенами. И приступаем непосредственно к высеву моркови. Как в фильме, ловким движением руки просто заливаем в лунку наш раствор, и таким образом у нас происходит высев моркови. Как видите, этот способ позволяет нам помещать морковь достаточно симметрично относительно друг к дружке по стандартной схеме ориентировочно 5 на 10, 5 на 15. После того, как вы провели высев вашу моркови, необходимо ее укрыть. Необходимо помнить, что у моркови мелкие семена, поэтому укрывная способность ваша должна быть небольшая. Укрывать следует на 3-5 см. Не глубоко. Если вы будете укрывать глубже, то морковь будет все равно всходить дольше, и соответственно урожай у вас будет отсрочен во времени, а поскольку мы ведем высев в июне, то все-таки следует более рационально подходить к выращиванию данного овоща. На этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго, хороших урожаев моркови. О своих интересных способах выращивания этого овоща пишите, пожалуйста, в комментарии. До встречи!